Доброе утро. Здравствуйте, мой дорогой. Давненько мы не виделись. Был у нас перерыв. У нас был обеденный перерыв на месяц. На жару, на месяц, на геморрой. На месячную жару. У нас были месячные. Особенно у меня. У меня давно пора. У тебя климакс? Нет, минуточку. Я не согласен. У меня нет климакса. На город все началось только. Все началось. А, у тебя всегда в бороду, без в ребро. Борода в ребро. Борода в ребро. Понятно. Тоже диплом. Ну, конечно. Ну, вот мы, собственно говоря, сегодня собрались. У нас была, собственно, некая мысль. У господина Хейфица была, точнее, правильная доктор. Бородатый, в бедро которого. Какие-то мысли, какие-то пиары и так далее. Я крайне возмущен. Слушай, ну, я и так... Слушай, а Бородатый не возмущен? Нет, нет. Я, в общем, давно уже хронически возмущен. Но вот этот фильм про Лужкова, который... Это меня просто, ну, выбило из колеи. Я не хочу ничего говорить о Лужкове. Я о нем ничего не знаю. Да? Я не знаю, вор он, не вор он это не касается. Меня касается то, что если даже он совершал какие-то мерзкие поступки, то эти мерзкие поступки, на мой взгляд, бледнеют перед мерзостью этого фильма. Это, ну, совершенно мерзейшее, ну, абсолютное. Причем, во-первых, бездарно снято, бездарно сделано, бездарно задумано. Все наспех, тяп-ляп. А во-вторых, ну, это просто гнусность жуткая совершенно. И вот это вот, значит, и вчера что-то было опять. Короче, они целую серию затеяли, да? Ну, это как до этого было про Лукашенко, там, так далее. А до этого было про Ельцина. Это же у них... Они не понимают, что чем больше они льют дерьма на человека, тем больше они поднимают его рейтинг в глазах плекса. Они же этого не понимают. И Лужкова поднимается рейтинг. Да, но сейчас он будет президентом. Я тебя просто уверяю. Ты думаешь? Абсолютно. Чем больше они будут лить на него дерьмо, тем больше героям и страдальцам, даже учитывая миллиарды его жены. Мне вспомнилось, как это самое... В свое время это вот заседание этого Верховного Совета, по-моему, вот там какой-то дядька такой с хрипатым голосом кричал на Ельцин, говорил, вы посадили Чемосковскую область на талоны и туда-сюда. И немедленно все взлетело. Да, да, да. Что-то такое было. Ты у нас отделался Нострадамусом. От Страдамусом. От Страдамусом, да. Если Юрий Михайлович хочет стать президентом, он должен сейчас немедленно, фиктивно развестись с госпожой Батуриной. Ну это да. И тогда он вообще будет ангелом. Почему для начала надо перестать быть стариком Батуриной? Безусловно. Значит, так вот, вот это просто такой повод, да, этот фильм. На самом деле я давно хотел поговорить о пиаре. Это да. Я давно хотел сказать, что, на мой взгляд, мы живем в эпоху пиара, когда никого не интересуют реальные дела. Абсолютно никого. И как сказал один мудрый человек, у нас есть... А, погоди, какой мудрый, что-то Павловский сказал. Что у нас есть волшебное слово пиар, которое на английский не переводится. То есть то, что мы называем пиаром, пиаром не является. Нет, абсолютно. То, что мы называем пиаром, на самом деле, рекламная, галимая рекламная компания. Ну, это, собственно, да. Бестыжая, болтливая, дунстая. Промоушен, все что угодно, но только не пиар. Все что угодно, только не пиар. Потому что пиар, на самом деле, хорошее дело. То, что происходит у нас, это не пиар, это неправильное название. Мы, как всегда, все перепутали. Все перепутали. Я даже не знаю, что это такое. Короче говоря, это совершенно галимое вранье, которое полностью заменяет нам реальность. Благодаря вот этому якобы пиару у нас новости становятся не о том, что было или что есть, а о том, что будет. То есть нам рассказывают, что будет Сколково, нам рассказывают, что будет то, будет это, будет вот это, будет Олимпиада. Это называется по-другому, не пиар, а пропаганда. Пропаганда. Совершенно верно. Так вот, галимая пропаганда заменила нам абсолютно все реальные дела. Она заменила реальных людей, она заменила реальные события. Мы живем в этом мире, и это просто ужасно. Я вообще не помню, я давно живу на свете с 53-го, года, но я не помню, чтобы что-то подобное было. Вот это советская пропаганда, которую мы ругали всегда, вот это вперед коммунизм, партия наша рулевой, все это детский лепет по сравнению с тем, что творится сейчас. Юра, смотри, вот тут на самом деле советская пропаганда и эту тему очень много тут разорялся в интернете. Просто дело в том, что мы сейчас живем в эпоху очередного советского переворота. То, что ты говоришь, это все было. Но это все было где-то в 20-х годах. Мы все это уже пережили, потом все утряслось, им уже стало это не нужно, уже все достаточно хорошо сделано в головах, и нужно было иногда подбрасывать сахару, как говорится, туда. И знаешь, в чем разница для меня лично? Я тебе скажу. Вот в Советском Союзе практически никто всерьез не верил в то, что говорит телевизор. А сейчас кто верит? Вот. Вот, Андрей, вот это колоссальная разница. В Советском Союзе единицы верили в то, что говорит телевизор. Да, но это прошло опять 50 лет после первой пропаганды, я тебе уже говорил. Вот смотри, вот я возьму 70-е годы, вот я маленький мальчик, мне там 14 сколько там лет, да? И вот я смотрю телевизор, там, Касовица, там, Битва за хлеб, там, этот поехал туда, этот поехал сюда, этот целует того, да? Я просто знаю, что все в моем окружении, я в том числе, смотрели на это как на обряд. Ну да. То есть говорили, давай, давай, болтай, а вот сейчас после этого будет фильм с кем-то там, значит, пойдет Гамлет, значит, с Муктуновским, вот это мы посмотрим. А эти пускай пока отболтают свое. Сейчас все наоборот. Сейчас люди всерьез верят в то, что они видят по телевизору. Сейчас как раз единицы думают, болтай, болтай. Я думаю, все очень просто. Тогда была стабильность определенная. Сейчас стабильность, Андрей. Нет, это не стабильность. А что это? Это не стабильность, потому что любой человек, один раз устраившись на работу, у него не было определенных, ну, проблем, только с ним не начали странно себя вести, что он эту работу потеряет. Он всю жизнь будет инженером, он всю жизнь будет там, зоологом, там, кем угодно. Вот. Он будет выращивать никому не нужную кукурузу или еще что-нибудь такое. Но он будет это делать, и он это знает. Получая свои 140 рублей, все жизнь будет получать. Все жизнь будет. Извините, сразу возражу. Ну, давай. Дело не в этом. Просто сейчас в сознании нынешнего человека изменилось само понимание работы. Советский человек относился к работе, знаешь, вот как к делу всей своей жизни. Ну, да. Сейчас нет таких людей. Сейчас все знают, что работа временная вещь. Я бы не сказал, что прям совсем нет таких людей. Я бы сказал, что просто большинство. Ну, есть, но их мало. 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 Большинство. Абсолютное большинство относится к работе как к временному способу зарабатывания денег. Он устроился на работу, пройдет две недели, ему предложат больше, он немедленно уйдет туда. Даже не то, что больше. Сейчас работа перестала быть сакральным чем-то. А я не знаю. Мне кажется, на самом деле, это грустно. Потому что, в принципе, по опыту своему общения с не бывшими россиянами, а с людьми, рожденными не в России изначально, то они все равно как бы планируют, что он хочет делать в этой жизни. Как когда-то при советской власти человек планирует. Вот. Вот. Вот ты уже ближе. Вот почему нынешнее поколение, как я вот вижу, да, свято верит телевизору в отличие от нас. Вот правильно ты говоришь, понимаешь? Потому что изменились сами люди. Да. Мне кажется, что резко упал культурный уровень. Он упал настолько сильно, что у людей совершенно утратилось критическое отношение к тому, что им говорят. Понимаешь? Вера выдала, а ты понимаешь, что ящик это идол, да? Вот когда человеку что-то из этого ящика говорят, если он начинает в это верить, это означает, что его культурный уровень крайне низок. И это при том, что есть интернет. Казалось бы... Ты знаешь, какая история? У нас было ровно 10 лет, когда ящику можно было верить. Это может некая привычка. Потому что то, что где-то примерно с 89-го года я просто, как ты знаешь, буквально с 89-го, там, я занимаюсь телевизором. Я не занимался, пока в 2000-м, в 2001-м мне это не надоело, я не бросил. И, соответственно, я просто хорошо помню, как в 90-х годах делался телевизор. И поэтому люди верили. И они, может быть, привыкли. Они, может быть, еще не отвыкли. Может, я урод. Я никогда не верил телевизору. Я всегда знал, что телевизор это увеличительное стекло. Он никогда не показывает действительное положение вещей. Не совсем так. Андрюша, смотри, даже если выступает некий человек и начинает дико критиковать Путина, я все равно знаю, что он перебарщивает. Если мы говорим о том, что кто-то будет критиковать Путина, скорее всего, да. Если это было предпор в 90-х годах, когда критиковали Ельцин, он все равно перебарщивает. Я что-то возьму из его речи. В чем-то я собрался. Так это в чем угодно, в газетах. Надо брать это все только немножко. Вот, это я говорю. А нынешние товарищи, вот то, что я вижу сейчас, вот эти по последним выкладкам Левадовского центра, 128 миллионов людей, живущих в России, уделяют просмотру телевидения в 24 больше, в 24 раза времени больше, чем просмотру интернет-материалов. В 24 раза, Андрюша. Это очень просто, на самом деле. Ты понимаешь, то есть они смотрят все эти сериалы, вот эти псевдоновости с Катей Андреевой. Они верят вот этому всему пиару, так называемому. Это все просто. Интернет ли, еще что-то такое, это надо работать самому. Вот, то есть надо этот материал собрать, обработать. Да, вот ты повторяешь то же самое, что я говорю. То есть резко упал культурный уровень людей. Это не культурный, это интеллектуальный уровень. А ну разве интеллект не часть культуры? Нет. Это даже вообще не культура ни в таком месте. Интеллект – это интеллект. Культура – это культура. Можно не иметь интеллект, но быть культурным. Ну, тогда мы с тобой по-разному интеллект просто понимаем. Наверное. Я считаю, что интеллект – это способность... Сейчас я как-то постараюсь это сформулировать. Интеллект – это способность к корректной переработке поступающего информационного материала. Но как же можно быть культурным, не имея возможности, корректно перерабатывать поступающий информационный материал? Наверное, ты прав, да. Вот этот уровень напряженности интеллектуальной и культурный уровень, он до такой степени упал, что люди в массовом порядке принимают то, что им говорят, за то, что есть на самом деле. И вот это меня просто страшно пугает. Потому что, ну, в конце концов, мы все становимся гопниками. Самое интересное, в этом плане, наверное, все-таки это некий слой населения, ну, наверное, где-то от 30, даже от 35 и до 60 и дальше. Так их очень много, Андрюша. Да. И они мне как раз неинтересны. Потому что мне больше интересны те, кто до 30, кто именно и будет строить эту жизнь. Это понятно. А они смотрят по-другому. Им неинтересна эта жвачка. Ну, и дай Бог. И большинство из них ориентированных хорошо помнит слова из «Матрицы», все не так, как кажется. Ну, дай Бог, я очень буду рад, если молодое поколение с глубоким относительным чувством смотрит телевизор. Я довольно-таки много, потому что я много работаю с интернетом, довольно-таки много общаюсь с людьми, которым, скажем так, от 14 до 25. Может, даже не до 23 лет. Может, дальше они уже все озадачены поиском бабок, им уже не до того, кто постарше. Но все равно, в этом плане люди как раз менее ударенные по голове телевизора. Многие из них, в принципе, не смотрят ящик. А «Дом-2»? «Дом-2» – это как раз... Они не смотрят «Дом-2»? Это очень маленькая, на самом деле, простойка. Это больше криков, чем тех, кто смотрит «Дом-2». Это я не знаю. Ну, в таком случае, нам остается только выпить за то, чтобы так называемый пиар не овладел людьми окончательно. Для того, чтобы мы научились, в конце концов, или вспомнили, не то, что научились, а вспомнили, что то, что нам показывают, не есть то, что есть. Все не так, как кажется. Да, вот именно. Все не так, как кажется. Кстати, вот этот фильм «Матрица», первый фильм я смотрел с удовольствием. Дальше, по-моему, пошла уже «Лабуда». Ну, не совсем. Это «Русская революция». Ну, не совсем. А вот самый первый фильм. А все сиквелы – это же судьба. Ну, да. Ну, да. Сиквелизация действительности. Да. Ну, что ж, пройдет. Пройдет. Ребята, я не знаю, как вообще. Пользуйтесь головой. Будьте критичны, пользуйтесь головой. И наращивайте свой интеллект. Да. И помогайте дамам в этом. Да, да, да. И пусть ваш интеллект поднимается. Чем выше, и больше, и тем лучше. Да. На должную высоту. Угу.